Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу пожелать всем отличной недели, хорошего настроения. Заваривайте себе что-нибудь такого горяченького, если вы смотрите с утра. Либо, если смотрите на работе, может быть, попробуйте найти минутку и послушать. Улыбаюсь, потому что я представляю, как на работе слушать, а потом вечером переслушиваться. Ладно, что мы смотреть будем сегодня? Смотреть мы будем с вами, что мы ищем в других людях, что нам не хватает самим. Позиции перед вами. Две колоды я взяла Таро Сумасшедшего дома и колоду Таро Привидений. И мы с вами будем смотреть. Позиция номер один. Голубенький камешек. Что мы ищем в других? Что мы ищем в других? Королева Педакли. Мы ищем заботу, мы ищем внимание и мы ищем преданность. Причем преданность нам такая же, как и у нас есть по отношению к другим людям. Забота, внимание, то, как вы обращаете внимание на других людей, вы, я не знаю, на их какие-то нужды, на то, что они говорят, то, что им нужно. То же самое вы хотите получить и в свой как-то адрес. С другой стороны, вы ищете, знаете, не то чтобы материнскую какую-то фигуру, а знаете, человека такого, у которого есть уверенность, хочется сказать, в завтрашнем дне какая-то вот стабильность. Почему-то мне идет материнская такая фигура, но не мягкая, внимательная, а та, которая, знаете, в нужный момент где-то может и строго установить какие-то правила, где-то в чем-то ограничивать. Но это вот как-то во благо. Вы ищете, хочется сказать, людей счастливых. Те, которые достигли, может быть, что-то именно в профессиональной сфере. То есть люди состоятельные, у которых есть опыт, у которых есть финансы. Я не говорю о миллионах, я говорю о более свободной такой комфортной жизни, которые могут позволить себе такие достаточно состоятельные люди. Вы ищете, знаете, общение с богатыми людьми в контексте знаний. Возможно, хочется сказать почему-то травниками. То есть люди, которые разбираются в природе. В природе я имею в виду понимание, как, например, почему-то мне здесь идет про растения, фрукты как-то. Не знаю, может быть, кто-то хотел жить где-то на природе, где все свое, да. Свои арбузы и дыни. Что-то свое здесь человек выращивает. То есть, знаете, как-то даже в переносном смысле ищете тех людей, которые сами себя создали, которые сами себя вырастили. И вы их ищете для того, чтобы понять их модели. Где-то что-то перенять. То есть как они себя создали и я хочу. Но это должно быть такое очень созвучное вам. То есть вы не будете перенимать модели, там, я не знаю, предпринимателей, у которых, например, очень жесткая там дисциплина, либо там надо планирование, либо еще что-то. Нет, здесь у вас должно быть что-то такое комфортное, похожее на вас, приятное, где-то размеренное. То есть там, где есть скорость, там, где есть прям жесткая дисциплина, это не ваше. Это не потому, что у вас этого нет, вы не можете это иметь. Просто вам хочется как-то, знаете, у вас есть понимание того, что то, что вы хотите получить, на это нужно время. И если вы долгое время себя будете в чем-то ограничивать, вы сорветесь. Поэтому вы выбираете более длинный путь, более медленный, но при этом он должен быть комфортный для вас, удобный, понятный, ясный. Он должен быть близкий по каким-то качествам вам. Да, вы можете измениться, но прям, знаете, не кардинально, а на какие-то градусы, несколько, вот прям небольшое отклонение, резкие отклонения, они будут выводить вас из вашего комфорта и вы бросите. Поэтому вы ищете именно преданность, уважение, вот что-то такое, знаете, родное, домашнее, удобное, приятное, похожее на вас. Что еще вы ищете в других людях? Похожее на вас, конечно, отшельник. Вы ищете в людях глубину, та, которая присуща вам. Вы ищете какие-то, знаете, такие качества, когда есть четкие границы и люди не нарушают. Не вы нарушаете и не ваши границы не нарушают. Когда люди такие больше, ну, как затворники, да, как отшельники, люди, которые любят уединяться, но при этом, знаете, вот, есть такое ощущение, встретились, поговорили, причем недолго, но очень должно быть интересно, глубоко о чем-то таком, как какое-то вот исследование, да, что-то, что-то изучение, исследование. И потом разошлись. Вы как будто бы ищете себе подобных, да, то есть людей, когда вы могли бы общаться, да, вы могли бы взаимодействовать, но при этом это не должно быть какое-то вот по времени долгосрочное общение. То есть это не часами пошел, и там общаться, и не каждый день. А это должно быть регулярно, но эта регулярность, она должна быть комфортно вам. То есть, я не знаю, это может быть там, я не знаю, раз в 10 дней. Как-то, причем не обязательно это даже встречаться воочию, это может быть какая-то переписка. И притом эта переписка, она не будет такая, что вот заново, как твои дела, а что, вот такое ощущение, что вот на чем вы оставили в прошлый раз, как будто бы человек вышел из комнаты, зашел, и вы продолжили. Но вот это вышел и зашел, это может быть там, я не знаю, раз в неделю, раз в 10 дней. Это нечасто, потому что отшельник, он не любит присутствие людей и очень такое долгосрочное. Здесь отшельник любит больше себя. Вот здесь такое. И вы ищете себе единомышленников. Причем, знаете, так интересно, с одной стороны, это да, успешные люди, это да, богатые люди. Но чтобы вот это вот качество было, да, здесь нужно развивать коммуникацию. А вам это некомфортно. То есть вы хотите иметь что-то, и при этом не развивая коммуникацию. Потому что отшельник, он не умеет разговаривать. Он не может доносить ту глубину, которая есть у него, потому что она становится непонятной для других людей. Потому что это его собственные личные какие-то инсайты, которые он проживает, исходя из своего опыта. А у людей, у которых другой опыт, им это будет непонятно. Поэтому он будет искать людей с аналогичным опытом, с аналогичным фундаментом, как и у него. Чтобы можно было бы, знаете, вот как на лету, чтобы другой человек схватывал. Здесь у отшельника нету терпения. Но при этом есть надежность. Вот знаете, хочется сказать, терпения нету. Одно и то же говорить, там, разжевывать, все такое. Но при этом есть терпение в достижении какой-то своей цели. То есть он годами может идти к какой-то цели. Он годами может изучать, если это касательно знаний, одно и то же. Погружаться, углубляться, рассматривать с разных сторон. То есть здесь в контексте людей я могу сказать, что нету терпения. Но в контексте какого-то предмета изучения здесь интерес есть. Поэтому что мы ищем в других людях? Знаете, какое-то, хочется сказать, связующее звено с внешним миром. Чтобы этот человек, он был не многословен, но и при этом, чтобы он был не многословен с вами, но многословен в обществе. Чтобы у него были связи. Вот как это сказать? Как некий такой, ну вот связующее звено с внешним миром. Чтобы через него узнавать, что и как. Чтобы напрямую не взаимодействовать. Вам не нравится. Не то, что вы интроверты, а вам как будто бы нету такой вот прям и надобности, да. А если появляется надобность, то желательно, чтобы это был кто-то, через кого вы могли бы что-то сделать, да. Но вот в этом иногда моменте вашего уединения вам действительно не хватает тепла, и вы можете иногда жаловаться на то, что не то, что вам одиноко, вам не бывает одиноко. А в том, что, скорее всего, иногда появляется потребность, как-то вот хочется сказать, развеяться, да. Что-то все-таки выйти немножко в мир, посмотреть. Но опять-таки не разговаривать. Такое ощущение, что как будто бы в толпе людей где-нибудь на центральной дороге затеряться. То есть люди, как проходят, вот прохожие мимо вас, они с вами не имеют никакого контакта. И создается вот эта вот иллюзия, что как будто бы я с ними... Я среди людей, но и в то же время я сам. Я сам по себе. Но вот эта вот иллюзия, что я не где-то там на окраине в лесу отшельник, а где-то среди людей. Все мигает, жизнь проходит, люди ходят, я чувствую, что я живой. Но я в своем мире. Вот здесь какое-то такое. И поэтому здесь, знаете, особенно если вы мужчина, вам просто жизненно необходимо, чтобы рядом с вами была королева Пендакли. Та, которая вовремя вас кормила, та, которая вовремя за вами ухаживала. Здесь ощущение такого, знаете, некой такой гениальности, да, как, я не знаю, художник. И рядом с ним должна быть любимая жена, которая на втором плане, которая будет его поддерживать, давать чистую одежду. Нет, боевая подруга. Вот здесь какое-то вот такое ощущение. И мы ищем вот такую вот подругу, с одной стороны по отшельнику, таких же единомышленников, как и мы отшельники. А с другой стороны вот эту вот боевую подругу, да, которая будет заботиться, которая в нужный момент и воды поднесет, и принесет. И, там, я не знаю, по дому все уберет, все сделает, да. И, знаете, вот эта вот боевая подруга, вот здесь такое ощущение, она должна быть позитивной. То есть вы ищете позитивных людей, не зануд каких-то, а именно позитивных, которые, да, пускай в какой-то степени они будут ниже вас по интеллекту, да, они будут как-то проще относиться к жизни, что ли. У них может и не быть тех знаний, которые есть у вас. Но вот это вот, знаете, хочется сказать, мне идут почему-то деревенские какие-то девушки, такие, знаете, наивные, добрые, открытые, веселые, хохотушки. И, глядя на них, как будто бы вот это вот и есть связующее звено с жизнью, да, то есть та радость, которой вам не хватает, то счастье, которое вам не хватает, вы как будто бы через других людей это получаете. И счастье здесь как в эмоциональном настрое, да, то есть вам не хватает эмоций, однозначно, яркости, красок жизни вам не хватает, вы это ищете, то есть таких людей. И, с другой стороны, вам не хватает все, что связано с состоятельностью, с финансами, с почвой. Вы не чувствуете себя в безопасности, поэтому вам такие люди нужны не для того, чтобы за счет них решать какие-то свои задачи, а перенять у них эти навыки, знаете, вот просто, когда ты находишься в кругу человека, который очень уверен в себе, и вот эта вот уверенность, она тебе передается. Вот здесь вот примерно такое. Это вы ищете в других людях. Чего вам не хватает? Любви вам не хватает. эмоций, то, что я говорила, вот то, что, да, ранее, вот красоты и яркости, вам не хватает эмоций. Есть такое ощущение, да, что вот вам не хватает, как будто двигаться дальше по жизни. Где-то в какой-то момент вы застряли. Застряли в том этапе, в котором вы находитесь. Здесь не то, что вас что-то сдерживает, либо вы просто остановились. Даже не застряли, вот так скажу, да, остановились. Остановились вот здесь вот на пути к своему счастью, на пути к своей любви, на пути к своей эмоциональной наполненности, гармонии. Вы остановились. Почему? Что-то есть что-то, что вас здесь удерживает. Вот вас удерживает как раз-таки вот этот вот отшельник, да. Вот это в вашем замкнутость, некое такое затворчество, да, усталость от людей, от шума, нежелания взаимодействовать с ними. Это то, что какой-то вот ваш прошлый опыт, то, что было в прошлом, это то, что вас, то, что было очень ценно и значимо для вас когда-то, это то, что вас удерживает от тех ярких эмоций, которые вы хотите. И поэтому вы не идете дальше. Что здесь за эмоции? По двойке кубков любви человек хочет. Знаете, хочется сказать какой-то вот решительности, что ли, не хватает вам поставить цели. То есть вы как будто бы не понимаете, да. Вы как будто бы не понимаете свое будущее. Куда? Здесь, знаете, есть чувство, что я знаю, что я хочу, да, то есть я хочу, например, там, любви и счастья. То, что я говорила ранее, поэтому вы ищете в других людях. Причем, смотрите, вы ищете это в других людях, чтобы перенять этот опыт. Но вы... Нету здесь еще готовности, да, быть таким человеком. То есть вы как будто бы, знаете, в кино. Вот хочется как-то радости, да. Вместо того, чтобы самостоятельно проживать эту радость, вы идете в кино, смотрите какую-нибудь комедию, да, что-то такое веселое посмотрели. Да, окей, но это где-то далеко. Это не вас. Вы как будто бы в себя это не пускаете, не пропускаете. Вам непонятно, зачем мне быть счастливой. То есть, да, я чисто теоретически, я понимаю, что я хотела бы быть счастливой, я хотела быть радостной. Но вы как будто бы внутри себя четко еще не понимаете для чего. Потому что настолько привыкли жить так, как вы живете, что... Да мне вроде бы и так хорошо. Ну, нету радости. Ну, и да ладно. Нету там партнера. Ну, да ладно, вроде бы... Да, я это хочу. Но хочу как... Что-то такое абстрактное, непонятное. То есть, если его и не будет, мне вроде бы и так нормально. То есть здесь нету понимания, для чего я это хочу. Да, маг. Так, то есть здесь вам нужно разобраться вот именно со своим вот этим желанием. Если вы хотите счастья, здесь вам нужно, знаете, что подумать? Например, если вы хотите счастья, то для чего оно вам? Может казаться немножко банально, как это для чего? Ну, хорошо же быть счастливым. Но здесь такое понимание, что ощущение, что вы не понимаете. Ну, окей, я буду счастливым. И что из этого? То есть, что изменится? Здесь такой вот какой-то тонкий нюанс. Почему? Потому что все свои желания вы как будто бы проживаете через других людей, не через себя. Здесь вы и жизнь свою проживаете через других. То есть, ну, вот знаете, больше наблюдаете за другими людьми. И вам кажется, что вот ваше наблюдение – это и есть жизнь. Вы ее не проживаете. Вы ее, знаете, вот как будто бы смотрите сверху. Ну, представьте, что у вас нету тела, и вы что-то такое воздушное, да? Как воздушное существует. Вы просто наблюдаете за людьми. И вы видите, что они улыбаются. О, улыбка – это радость. Это значит вот это. А потом вы смотрите, человек плачет. О, а это слезы. Значит, это плохо, когда я плачу. То есть, вы как будто бы не проживаете это, а вы понимаете это через других людей. Чисто ментально, интеллектуально. У вас нету опыта проживания. То есть, вот в теле. Такое ощущение, что вот вы не понимаете этих чувств. Вы их не то чтобы не понимаете, как правильно донести-то эту мысль. Вы их не проживаете. Вы их можете с четкостью объяснить, что вот эта радость, она приходит, вот причина следственной связи, чисто ментально, на ментальном уровне. Здесь вот как будто бы до астрального, до эмоций, оно не доходит. Все логично. У вас все логично. Радость – это это. Там счастье – это это. То есть, сделай так, будет так. Сделай так, будет это. Но это как-то вот стратегически как-то. Здесь нету проживания. Что вам нужно сделать, чтобы проживать это все? Десятка кубков. А здесь, кстати, вот этого опыта-то у вас и нету. Здесь вам этот опыт и нужно. То есть, если вы подумаете, для чего вам счастье, либо радость, либо какая эмоция вам необходима, то здесь вам это как раз-таки нужно для опыта. И вам тогда дастся этот шанс, эта возможность для того, чтобы прожить. Здесь как будто бы вот все, эмоциональный план здесь заблокирован. Вы заблокировали свои эмоции. Здесь вас как будто бы прорвать должно. Когда вы поставите себе какую-то эту цель, будете к ней идти. Здесь у вас огромный потенциал эмоциональный. И на нем стоит какая-то печать. На нем стоит какой-то блок. Вы должны этот блок снять. Здесь это было связано с каким-то болезненным опытом в вашей жизни. И вы как будто бы, знаете, себе сказали, что я больше не буду так переживать. Я больше не буду так эмоционально ярко, потому что это вот как будто бы это забрало у вас большую часть вашей жизни, ресурсов. И вы это запечатали, потому что это как будто бы для вас опасно. И вот вам нужно снять этот блок. Без этого вы не сможете дальше двинуться. Вспоминайте, что это была за ситуация, когда вы себе поставили этот запрет. Его нужно снять, распрощаться, оставить. Эль дьявол. Это вот сейчас для вас это ваш урок. Здесь вопрос не в страхе, а здесь в блоке. Здесь это запечатано. Здесь у нас идет дьявол. Здесь у вас этот урок идет. Вам нужно будет его разблокировать. Как, что, это уже тема другого расклада. Здесь нам нужно было просто понять, что вы ищете и что вам не хватает. Нет, вот поставлю королеву Пентакли. Не хочу отшельника ставить. Это была первая позиция. Мы с вами переходим в позицию номер два. Красненькому камешку. Двоечки. Что вы ищете в других людях? Рыцарь мечей. Знаете, чувство, что вы ищете структурных людей, у которых все в жизни упорядочно, нет вот этого вот хаоса. Но с другой стороны, как будто бы присутствует какая-то хитрость. Хитрость с хорошей точки зрения. То есть, как выходить из сложных ситуаций. Как уметь адаптироваться. Как уметь общаться. Как уметь поставить человека на место. Здесь вот какую-то, знаете, неординарность вы ищете в других людях. В колоде Таро Сумасшедших Сумасшедшего дома на Рыцарь мечей изображен Салевадор Дали. Знаете, вот он... Это вот прям очень-очень вы. Как будто бы, знаете, не от мира сего. С одной стороны, присутствует какая-то гениальность, а с другой стороны, вот это вот сумасшедствие. И при этом ум. То есть, вот уметь... Вы ищете людей, либо те качества, которые совмещают, как будто бы несовмещаемые вещи. Королева мечей. Королева мечей здесь Матахари. Да, как шпион Матахари. Прекрасная, интеллектуально развитая женщина, которая пользовалась успехом среди мужчин. У нее было огромное количество поклонников, покровителей. Но при этом она могла играть там, я не знаю, в карты, курить, вести себя свободно среди мужчин. Знаете, такая свободолюбивая женщина. Шпионка. Очень с развитым интеллектом. Знаете, здесь вы ищете... В людях, я бы сказала, кроме структурности, да, вот ум какой-то. Но это как компенсация того, что вам не хватает, да. То есть, вам кажется, что вы не совсем, не то чтобы умны, а вот в каких-то моментах вам не хватает этого качества постоять за себя. И вот если бы я могла и владела словом, либо мог и владела бы словом, то я бы смог поставить другого человека на место, либо смог как-то договориться, либо смог предсмотреть, предугадать, да, предсказать какую-то ситуацию. Здесь вопрос интеллекта очень важен. Уметь ставить цель и идти к ней. То есть, вот чувство, как будто бы в вашей жизни все достаточно потоково потоково и хаотично, и вам не хватает вот этой структурности. Вот чувство, что у вас много воды, а вам не хватает воздуха. Уметь объяснить свои переживания, уметь объяснить то, что вы чувствуете. Вот вы ищете умных людей, да, если сказать. Причем не просто умных, то есть здесь не про тех людей, которые много знают, много читают, нет. Это было бы отшельник. А здесь должна присутствовать какая-то перчинка, да, то есть здесь, знаете, очень напоминает, как стендап комедия, да, когда со шутками мы скрываем какую-то правду. Вот вам очень нравятся люди, которые умеют юморить, да, такие, знаете, хохмачи, которые где-то за маской шута могут сказать какую-то такую достаточно острую правду. Что еще вы ищете в других людях, королева Жезлов? Независимость, самостоятельность, яркость. Здесь, знаете, показать, королева Жезлов, здесь Фрида Галло изображена, да, вам не хватает какой-то вот уверенности в себе. хочется вы ищете тех людей, которые сами по себе, которые не реагируют никаким образом на критику, которые могут жить так, как они хотят, у которых, такие, знаете, может быть, неординарные взгляды на жизнь. Но у них на все есть своя точка зрения, они это могут объяснить, они могут донести эту свою какую-то позицию. Это люди, которые, знаете, могут плюнуть на все и на какие-то правила, нормы, и могут позволить себе то, что они хотят. Здесь вот ощущение того, что вы много себе чего запрещаете. Вот. А вам нравятся такие люди, которые, знаете, вот как кошка сама по себе. Хочу здесь лягу, хочу встану, пойду туда лягу. Не нравится, я пойду. Послали, пошел. Как-то, знаете, еще и легко относятся к жизни, но неветрено. А людям, вот мне идет такое, знаете, как, с одной стороны, как мистер Икс, да, вроде бы они непонятны для общества, но сами себя они понимают. А вот здесь вот, возможно, есть такое, что вы и сами себя не понимаете. Я еще посмотрю, мне хочется еще, потому что почему-то на треках мне всегда мало, я говорю. Что вы еще ищете в других людях? Вам нравятся люди, которые решительные, да, которые умеют видеть какие-то новые возможности, да, стремиться к ним, плыть. Ну, здесь, знаете, вот люди свободолюбивые. Вот как ни крути, ни верти, вот это, знаете, свобода. Я ни от кого не завершу. Я моряк, да, и плыву по волнам, и единственное, с чем я могу столкнуться, так это с погодой, да. Она может быть мне либо врагом, либо другом. Ощущение того, что вы хотите, знаете, быть какими-то, я не знаю, мореплавателем, что ли, открывателем, да, то есть вы, вам нравятся люди, которые что-то исследуют, у которого есть какие-то интересы, какие-то задачи. Вот люди, которые проживают свою жизнь на полной, по полной, которые путешествуют, видят новые вещи. Я не знаю, сталкиваться с новыми культурами. Вот вам такое, такое что-то вы ищете, которые узнают, да, новые религии, знания, которые достаточно эрудированы, но не зануды, не зануды в знаниях, которые, знаете, могут как-то приходить к каким-то своим выводам, то есть не просто почитать книгу, а увидеть в нем какой-то сакральный смысл, да, рассказать, люди, которые умеют читать между строк, но при этом они огненные, они живые, они не холодные, они подвижные, у них есть цели, у них есть желание. Знаете, это может быть даже, если вот как-то в сексуальном аспекте, да, это те люди, которые, например, не боятся знакомиться, да, то есть пойду на 120 встреч, пока не найду, допустим, себе своего партнера, который мне будет идеально подходить, не за первый попавшийся, с кем познакомился, а нет, я и на это свидание скажу, и на это свидание скажу, и с этим познакомлюсь, то есть вот такие какие-то огненные, огненные личности у меня идут, вот вам, вы вот это ищите. Хорошо, что же вам не хватает, а что вам не хватает, давайте посмотрим, что вам не хватает, девятка кубков, а вам не хватает удовольствия, наслаждения в жизни, как-то знаете, все для себя, чтобы как-то вот расслабиться, очень много мыслей в голове, да, много значения всему, чему предаете. Что вам не хватает, смерти, каких-то перемен, да, изменений, вот вы как будто бы устали, от чего вы тут устали, от башни, от постоянных каких-то неожиданностей, да, непредсказуемых моментов, от чисток, от трансформации, от переживаний, вот каких-то эмоций, что-то такого позитивного вам хочется, что вам не хватает, семерка мечей, но здесь какая-то хитрость, обман, по поводу эмоций, эмоции, знаете, здесь мне хочется сказать, что если вам не хватает, и если вы женщины, и вам интересно, например, взаимоотношения, хочется вот каких-то таких ярких, интересных отношений, если тема отношений вас не интересует, то вообще по жизни вам как будто бы не хватает каких-то вот ярких проживаний, красок, эмоций, для кого-то действительно интересен брак отношений, ну вот не брак отношений выходит, а так в принципе не хватает вот какого-то обнуления, хочется сбросить себя все, хочется сбросить себя все и пойти босиком под дождем, или так, знаете, хочется махнуть на все, плюнуть на все и пойти в новую жизнь с высоко поднятой головой, да, то есть оставить вот действительно такое ощущение, что хочу все оставить позади, и не то чтобы начать сначала, а продолжить путь с того момента, где я его оставляю, но уже как-то вот более интереса, вот как-то интереса в жизни у вас нету, почему нету интереса? Ну четверка педаклей, потому что все стабильно, потому что уже все известно, и нету никаких перемен, потому что холодно, уединился, отстранился, отшельник, ну где-то вы закрылись, да, сами стали затворниками, и не хватает как раз-таки вот туза жезлов, да, огонька, и поэтому вы ищете таких огненных людей, которые смогли бы зажечь вас, чтобы вы, ну вот как-то, знаете, заинтересовать, ощущение того, что вот вам как будто бы уже ничего не интересно сейчас, по крайней мере, а удовольствия-то хочется, наслаждения хочется, вот вам, вы как будто бы сидите и ожидаете, когда в вашей жизни, да, появится тот человек, неважно в какой роли, там, друг, знакомый, приятель, отношения, не принципиально, интересные люди, вот вы хотите окружить себя интересными людьми, чтобы они вас зажгли, вот эту вот искру интереса к жизни, да, что надо тут такое, хорошо, это была двойка, как бы я ни старалась говорить двоечкам больше, ну, не идет, что-то притягивать себе не получится, так, вторая, и мы с вами переходим к позиции номер три, зелененькому камешку, тройки, что вы ищете на данный момент в других людях, королева кубков, мой рамазос, знаете, символии хочется сказать, какой-то, вот какого-то понимания, что ли, какой-то эмпатии, чувствительности, сопереживания, как-то вот мягкости, знаете, хочется так сказать, что вот не хватает, чтобы вот вас кто-то взял, обнял, вот просто обнял, да, какой-то вот такой вот обволакивающей энергии, а вообще понимание, здесь как будто бы вы устали, вам не хватает понимания, чтобы кто-то просто взял, так вот приголубил, неважно мужчина вы или женщина, и сказал, я тебя понимаю, либо просто помолчал, такое ощущение, что вот разделить с кем-то груз, хочется научиться, либо найти таких людей, которые помогли бы и подсказали, как можно свои идеи реализовать, да, как их можно воплотить в материальном плане, как-то заземлить, здесь потому что вам как будто бы не хватает, запала, долгосрочности, вроде бы, знаете, пока вы горите какой-то идеей, да, вы понимаете, как вам это можно сделать, да, как это можно реализовать, а потом вдруг кто-то может что-то сказать, либо вы можете столкнуться с какой-то трудностью, да и самостоятельно как-то вот какая-то ваша мысль, она может сбить вас под таллыку, и вы начинаете сомневаться, и вам не хватает энергии как-то вот, знаете, вот долгое время, продолжительное время что-то делать, чтобы прийти к какому-то результату, здесь очень много переживаний на этот счет, что не получается, поэтому вам хочется людей таких, с одной стороны, которые вас поддерживали, вот понимали, где-то успокаивали вас в нужное время, если хочется сказать, какого-то такого советника, правильного, верного советника, который подскажет, который скажет, укажет, здесь, знаете, вам знаний даже не хватает, здесь не то, чтобы человек какой-то, хотя неплохо было бы, чтобы в вашем окружении был такой, знаете, советник, который действительно скажет нужные слова в нужное время, и просто, знаете, как-то вот вас вселит уверенность, что вы дальше двигались, а если где-то вы, например, перегораете, чтобы вам как-то напоминали о том, к чему вы идете, для чего вы идете туда, да, что вы получите, как некая такая мотивация, но мотивация не то, чтобы вас зажечь, а мотивация, чтобы вам периодически напоминали, здесь вы как будто бы включаетесь в процесс и забываете о конечном результате, для чего вы делаете, то, что вы делаете, поэтому вы ищете таких людей, здесь как минимум, да, три человека, одна женщина и двое мужчин, причем мужчины, знаете, те, которые уже есть в вашем окружении, то есть это не обязательно реальные люди, это люди, ну, я не знаю, там может быть тренера какие-то, да, мастера, профессионалы, на которых вы ориентируетесь, да, и вы хотели бы, да, чтобы они были, например, у вас в друзьях, либо чтобы вы с ними как-то больше общались, коммуницировали, чтобы перенять у них навыки, навыки, вам не хватает уверенности, вот здесь вот реально не хватает уверенности, уверенности, веры в себя, что вот моя идея, она не бредовая, что она получится, то есть вам нравится, вы ищете тех людей, которые, невзирая на окружение, да, будут идти к своей цели и получать ее, то что, не знаю, как Стив Джобс, неважно что, я иду к своей цели, то есть у меня есть, вы как будто бы, знаете, глядя на таких людей, вы воодушевляетесь, и это помогает вам достигать ваши какие-то идеи, причем это люди, они должны быть такими, знаете, общительными, храбрыми, вам храбрости не хватает, мужественности не хватает, силы не хватает, силы духа, не сила воли, а сила духа, не хватает поверить в свои какие-то идеи, больше доверять интуиции, больше доверять своим каким-то знаком, которые вы получаете, и вы ищете таких людей, которые умеют это, вот то, что я перечислила, королева мечей, что вы ищете в других, смотрите, так интересно, арканы выпадают, все фигурные, что вы ищете в других людей, прям действительно, как будто бы вы людей ищите, не столько качества, сколько людей ищете, что вы ищете, королева мечей, вы знаете, человека, который знает, что он хочет, и может совершать перемены в своей жизни, ведущих каких-то людей, те люди, которые прошли какую-то трансформацию, кризис, и нашли выход из нее, вот вы ищете таких людей, которые бы вам рассказали на своем собственном опыте, что не в теории какие-то философии и догадки, и теоремы, а конкретно, ты знаешь, вот я взял вот это, сделал вот это, потом было вот это, вот с этим столкнулся, такие, знаете, вот какая-то конкретика вам не хватает, чтобы вы попробовали, потому что в общих чертах у вас есть знание, что и как нужно сделать, но когда вы начинаете это делать на практике, во-первых, не хватает поддержки, а во-вторых, вы сталкиваетесь с какими-то возможностями, сложностями, и нету человека, с которым можно было бы посоветоваться и сказать, а что теперь, чтобы вам как-то подсказали, поэтому я и сказала, какого-то наставника, какого-то вот, человека, который бы вам рекомендовал, посоветовал, что-то не хватает. А так, в принципе, вам не хватает более практичных знаний. Да, вот уверенности вам не хватает и знаний. Уверенности и знаний. Поэтому у королевы кубков-то и выпадало, то есть человек, который будет верить в вас, который будет поддерживать. Это вот касательно уверенности. А королева мечей здесь и рыцарь монет в контексте как раз-таки знаний, что постоянно работать над каким-то, над воплощением своих каких-то идей в материальный план. здесь знаний не хватает. Хорошо, мы разобрали, что вы ищете, что вы ищете. Людей таких вы ищете. Хотя я, в принципе, уже сказала, чего вам не хватает, но все равно давайте посмотрим. Потому что эти два вопроса, они пересекаются между собой. Что вам не хватает? Что вы ищете, что вам не хватает? Что вам не хватает? Ну, вам не хватает вот дружбы, как раз-таки, тройка кубков, окружения, правильного, нужного окружения. вдохновения не хватает, дружбы вам не хватает. Вы хотите, знаете, как будто бы перенять какой-то опыт, и вы готовы перенять очень драгоценный какой-то опыт, да, но вы как будто бы не знаете, у кого его взять. А что вам поможет, да, что вам поможет? Правильно ставить, задавать вопросы. Правильно, умение, правильно задавать вопросы, пожезлов. Знаете, азарта вам не хватает, желания, какой-то вот яркости. Здесь вот, я говорю, быстро перегораете. Причина в том, что не в ваших идеях. Идеи у вас могут быть гениальные, но вы быстро отказываетесь от этого. А почему? Почему вы быстро отказываетесь от своих идей? Вы вот как-то перегораете, вы в них не верите. Потому что вам кажется, что ваши идеи, они никому не нужны, что они не найдут какой-то отклик, вы не сможете взаимодействовать с людьми на этот счет. Что они как будто бы могут, ну, они нужны только вам, что они приносят удовольствие только вам. Здесь такое чувство, что ваши идеи как будто бы нужны малому количеству людей. То есть, они настолько может быть непонятны другим, да, вот не случайно выпал этот рыцарь монет, в этой колоде. потому что здесь как будто бы, знаете, какие-то инновационные, что ли, идеи, которые не подходят большому. Это какой-то вот не массовый продукт. Здесь опять-таки, если не про работу, здесь и не знаю, что это может быть. Здесь какая-то вот узкая направленность, либо какая-то узкая специализация, и вам кажется, что на нее не будет спрос. Вы знаете, мне в голову идет, не помню, где-то я слышала про одного чеканщика, который делал какие-то вот, я не знаю, там, кастрюли, тарелки, делал из какого-то металла. А поскольку это было ручной работой, то когда он только начинал, ему казалось, что, блин, везде есть производство, да, кто будет это скупать. Но то, как он сделал это, насколько он делал профессионально, это стало очень востребовательным, востребованным именно в узких кругах для людей, у которых есть деньги. Знаете, вот мы говорим ручной работы, да, и люди с удовольствием покупали, и у него была запись. Так вот, здесь вот примерно что-то такое. Вам нужно самим поверить в свои вот эти вот идеи, и тогда вы сможете, здесь вопрос вашей уверенности. Вы не уверены, вы не уверены, и поэтому вы это не делаете. А вы это не делаете, и вас никто не знает. И вот здесь вот такой возникает вопрос, что, окей, я делаю, да, но ко мне не приходят. То, что вы делаете, вы мало делаете. Ну, для какого-то, а вас знают, например, там, я не знаю, 10, 20, 100 человек. Ага, для того, чтобы купили ваш, допустим, товар, либо вашу идею, должны узнать как минимум там тысячи. Вот вам надо больше о себе как-то заявлять, показывать, проявлять себя. Вот здесь что-то такое. Да, как будто бы мечтать. Надо гореть этой идеей, да, надо верить в нее, император. Надо очень убедительно про это рассказывать. То есть здесь вот как будто бы вашего проявления вовне нету. Не все знают о ваших идеях. И вот это вот вам не хватает. Для вас это вот сейчас очень-очень важный момент, если мы про это заговорили. О вас должны узнать большее количество людей. если... А для этого надо больше себя проявлять. И не надо бояться, что вот я прям собой все заспамлю. Нет. Чем больше... То есть нету количества, когда люди о вас узнают. То есть для того, чтобы заработал там сарафанное радио, либо еще что-то. Надо, чтобы вас было много, да, чтобы вы проявились, а вы, знаете, как-то не постоянно проявляетесь по рыцарю жезлов, там, я не знаю, может вас хватает на несколько дней, потом, о, как-то я устал, выгорел, и обратной связи нет, и я никому не нужен, и гоп, как-то вот перегораете. То есть тот момент, когда что-то должно было произойти, вы даете заднюю. Вот здесь вот это делать не надо, поэтому вы ищите в окружении людей, которые что-то достигли, сами прошли какую-то кризисную ситуацию, может быть, деньги потратили, что-то, они вышли из этого, и вот вам нужны такие люди, чтобы на них ориентироваться, чтобы задавать им вопросы, как ты это сделал, и я это сам сделаю, не чтобы они вместе с вами делали, а чтобы они помогали вам отвечать на вопросы, как, что нужно сделать, и плюс ко всему вам не хватает поддержки, вам не хватает поддержки, вам не хватает в окружении таких людей, которые бы поверили вас потому что вы сами не верите в себя вот они должны играть такую роль ну либо как минимум вы должны научиться сами себя мотивировать и поддерживать это была у нас с вами третья позиция я хочу пожелать вам отличные недели обращаюсь с вами пока пока